Всем привет, ребят! Я очень рада вас видеть на своем ASMR-канале. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас не ASMR, а мукбанг. Мукбанг традиционный, это чаепитие, и мне кажется, в такую погоду, как сейчас у меня за окном, это как нельзя кстати. Так что присоединяйтесь ко мне с кружечкой чего-нибудь вкусного. У меня, как всегда, черный чай с бергамотом, без сахара. И сегодня у нас Наполеон. Посмотрите, какой шикарный. Это из той кондитерской, которая возле моего дома. И я увидела у них сегодня новинку. Это какой-то супер-пупер яблочный пай. Я предлагаю с него начать, и, наверное, его разрежу, чтобы посмотреть, что там внутри. Ну и, собственно, здесь яблоки, корица, нижний коржик — это песочное тесто, а сверху это корочка из запеченных грецких орехов с сахаром. Типа такая, как шапочка. Очень интересно попробовать. Очень круто. Я люблю сочетание яблок с корицей. В принципе, вообще очень люблю корицу. У меня почему-то вкус и запах корицы вот всегда ассоциируются с чем-то таким зимним, новогодним. Собственно, насчет темы. Вообще, я собиралась еще вчера записать для вас мукбанг чайпитие. Совершенно на другую тему. Но вчерашняя поездка по городу, по делам натолкнула меня на мысль. Короче говоря, тема у нас сегодня будет «Зимняя хандра. Как с ней бороться». Я расскажу, как я борюсь с плохим настроением в осенне-зимний период, когда нагребают вот это вот уныние холодов. Почему я вдруг решила поднять такую тему? Я вообще, знаете, по натуре такой человек настроения, человек эмоции. На меня вот очень гнетущее впечатление всегда производит вот эта погода зимняя такая, знаете, унылая. Вчера мне пришлось довольно много покататься по Москве. Там по одному важному делу. И вы знаете, вот это вот серое небо постоянно одного и того же цвета, что ты даже не можешь сообразить, какое сейчас время суток. Какие-то сплошные сумерки. Вот эта каша грязная, из подтаявшего снега под ногами, когда ты идёшь и месяшь её сапогами. Люди, которые тебе идут навстречу, все с одинаково хмурыми лицами, тоже уперлись взглядами себе под ноги в эту кашу и месят её тоже с таким же обречённым видом. В довершение всего пошёл какой-то полумокрый то ли дождь, то ли снег. В общем, что за такое непонятно, очень противное. Вроде как-то, знаете, и не холодно. На сырость вот эта промозглость аж прибирает до костей. Вроде как и всё хорошо, а всё равно вот какая-то грусть, не знаю. В общем, я же говорю, зимняя хандра. Это по-другому не сформулировать никак. Я вернулась домой совершенно в упадническом настроении. Очень грустная. Поняла, что не могу для вас записывать видео в таком настроении. Иначе я бы просто вам транслировала свой негатив через камеру. Это никому не нужно, согласитесь. Ни вам, ни мне. Короче, поэтому мне пришло в голову, что надо записать мукбанг именно на такую тему, рассказать о том, как я борюсь лично с вот этими сезонными наплывами грусти, скажем так. И какие у меня есть секреты для поднятия настроения. Вы знаете, ребят, самый первый, самый, наверное, главный принцип в этой теме, ну, как мне кажется, это не забывать заботиться о себе. Я понимаю, это, наверное, звучит очень банально. Я сейчас просто постараюсь сформулировать вам, что я имею в виду. Прекрасно, когда о нас есть кому позаботиться, да? Когда это делают наши близкие люди. И мы в ответ проявляем тоже ответную заботу, поддерживаем друг друга, делаем какие-то маленькие приятности, маленькие радости, в общем, живём. Но мне кажется, очень важно ещё не забывать о том, что мы сами тоже должны заботиться о себе. Мы очень часто об этом почему-то забываем, в то время как никто, кроме нас самих, лучше нас самих не знает, что в данную минуту нам нужно для того, чтобы почувствовать себя уютнее, комфортнее, да просто счастливее в конце концов. Наш 21 век — это век движения, это век какой-то постоянной гонки. Учёба в школе плавно перетекает в учёбу в институте, учёба в институте перетекает в работу, вот эти будни. Это постоянно какая-то суета, это движение. И за всем за этим мы забываем как-то прислушиваться к себе, к своим душевным ресурсам. Мне кажется, что человек — такое существо, ну, рано или поздно, да, у нас у всех наступает какое-то вот эмоциональное, ну, не то, что истощение или выгорание, это, конечно, уже совсем критичные моменты, но просто эмоциональная усталость, когда нам нужно остановиться, выдохнуть, прислушаться к себе и относиться к себе чуть более терпимо, где-то побаловать себя, где-то отменить список каких-то прям суперважных, неотложных дел, которые, по сути, можно передвинуть. Заняться чем-то для души, заняться тем, что принесёт вам радость вот в данную конкретную минуту, порадовать себя чем-то. Ой, слушайте, Наполеон потрясающий. Они меня ещё, главное, предупредили, типа, он очень свежий, смотрите, он ещё мог не пропитаться. Немножко подхрустывают коржи, но мне это нравится, он очень вкусный. Вы уже извините, я буду есть его руками, просто вилкой очень неудобно это делать. Ну и, собственно, что делаю я в минуту грусти, что помогает мне как-то возрождать своё эмоциональное состояние, поддерживать его на позитивном уровне. У меня несколько таких способов. И, в принципе, я не могу выделить какой-то один там самый такой действенный, да. Они все в равной степени на меня воздействуют хорошо, поэтому я просто по очереди их перечислю. Первое – это съесть что-нибудь вкусное. Это звучит банально, но мне всегда это помогает. Причём здесь нужно принять во внимание некоторые нюансы. Я в дни, когда не снимаю видео, как вы знаете, в основном продерживаюсь принципов правильного питания, там слежу за этим, за всем считаю калории, занимаюсь спортом и запрещаю себе нарушать свои разгрузочные дни, то есть, ну, как-то постоянно держу себя в тонусе. Но если у меня плохое настроение, я могу сама себе разрешить съесть что-нибудь неправильное в правильный день, скажем так. Здесь есть один очень-очень главный нюанс. Самое важное это нарушая свои собственные какие-то пищевые правила, запреты. Если уже что-то я ем, такое неправильное, я никогда потом себя за это не ругаю. Очень часто бывает так, что люди, знаете, сидят на диете или там следят за весом. Всем известно, что голодный человек это злой человек. Шучу. Вот. Ну, короче говоря, когда рано или поздно такое происходит, да, человек срывается и съедает что-нибудь запретное, он после этого, а зачастую иногда даже во время этого, начинает тут же испытывать угрызение совести, корить себя, что вот, я слабовольный, я срывался, я съел пирожное, когда сегодня было нельзя. Это в корне неправильно, потому что мало того, что вы себе перечеркиваете этим удовольствием, которое вы получили от запретной еды, вы не получили удовольствия, по сути, вы получили только чувство вины. Так вы еще и нарушили правила, то есть еще и съели в этом конечном итоге. Поэтому, если я решаю нарушить свой разгрузочный день и позволить тебе что-то такое вкусное, я мысленно себе говорю, лиса, я тебе разрешаю, съешь и получай от этого максимальное удовольствие, и пускай совесть тебя не грызет, отработаешь потом в зале, ничего страшного. Все. И я с максимальным наслаждением ем то, что сегодня не планировала есть, то, что мне, в общем-то, нельзя в этот день есть. И это поддумает настроение, да, это один из таких, один из таких способов поднять свой упавший дух. Следующее, что мне всегда помогает держать себя в тонусе и как-то не падать духом, не хандрить, это спорт. Физическая активность в любом виде, в каком бы она ни была, это всегда выброс эндорфина в кровь, это 100%. Это всегда работает. Но здесь тоже есть такой нюанс, неудобно, конечно, мне его есть рукой, но ладно. Самое главное это заставить себя это сделать. То есть самое главное это одеться, выйти из дома и добраться до спортзала. Всё, потом оно уже пойдёт как бы само собой. И из зала ты уже выходишь, пускай уставший физически, но реально с притоком каких-то сил, энергии. Я не знаю, у меня всегда сразу куча идей, у меня всегда сразу куча каких-то планов появляется. В общем, ну не знаю, на всех ли так воздействует спорт. На меня именно так. Это тоже один из моих методов борьбы с плохим настроением. Да даже просто ты элементарно чувствуешь себя молодцом, потому что ты несмотря на свое там не хотение вылазить из дома, из-за тепленького пледика, ты всё равно собрался с силами, пошёл, отработал час, и ты чувствуешь на этой волне вот какой-то эмоциональный подъём. Это очень круто работает и рекомендую всем от души. Если вы там не хотите ходить в зал, да просто выйти прогуляться полчаса пешком в быстром темпе по свежему воздуху. Это всегда разгонит кровь, это добавит вам краски на щёчки и улучшит настроение. Ещё у меня зимой, когда начинается декабрь уже, очень сильно поднимает настроение вся вот эта новогодняя атрибутика. Если вы обратили внимание, у меня там ёлочка сзади маленькая стоит. Да, я как раз сегодня, ребята, уже украсила весь дом, нарядила ёлку, мы купили прекрасную ёлку с мужем на выходные, вот, развесила везде эти гирлянды, огонёчки, всякие эти новогодние штуки, дом сразу стал в 25 раз уютнее. А если ещё зажечь гирлянду на ёлке, под которой лежит и спит котик, и сесть в кресло со своей какой-нибудь интересной, любимой, одной из любимых книг и кружкой чая, всё пережить становится намного проще. Даже разлуку с любимым мужем, который опять укатил в командировку. Поэтому я всегда как можно раньше, честно говоря, в декабре наряжаю ёлку, развешиваю хотя бы какую-то минимальную эту новогоднюю трибутику по дому. Это, не знаю, как-то подумает мне настроение. очень вкусный Наполеон, очень. Боже мой, Наполеон. Бабушка у меня такой вкусный торт, Наполеон всегда пекла на праздники. Надо как-нибудь испечь. ещё колоссальную поддержку и вдохновение, которые помогают мне бороться с зимних андрой. Я черпаю из своих любимых книжек, фильмов. Причём, мне кажется, что зима, плохая погода, плохое настроение это повод на время брать пока какие-нибудь пускай мега талантливые, но тяжёлые для восприятия книги, додвинуть их пока на время и почитать что-нибудь лёгкое, ненавязчивое, которое, возможно, возвращает вас в детство или, не знаю, приносит вам радость. Я, допустим, про себя скажу, да, обожаю книжки про Карлсона и не стыжусь того, что иногда, даже несмотря на то, что я уже взрослая тётя, могу их перечитать и это всегда подымает мне настроение и таких книг у меня достаточно много есть под рукой всегда, чтобы в случае хандры я могла её открыть и с любого места начать читать, зарядиться от неё энергией доброты и праздника и чего-то такого тела плыла. То же самое с фильмами. Декабрь ещё только начался, мы уже успели посмотреть с мужем «Иронию судьбы», мы посмотрели вчера, не, не вчера, а позавчера «Один дома». Короче, новогоднюю программу по фильмам уже практически закрыли. Ну, я уверена, мы ещё не один раз посмотрим, во всяком случае, «Иронию судьбы» так точно. Такого варварского поедания Наполеона мир ещё, наверное, не видел. но он действительно достаточно твёрдый и я бы вилкой его тут сейчас мучила сто лет. ещё меня всегда развлекают разговоры с друзьями. К сожалению, из-за того, что я живу сейчас в Москве, большинство моих друзей остались на Украине в разных, совершенно разных городах, потому что после 2014 года все из Донецка разъехались кто куда. Я люблю периодически с ними созваниваться, списываться, вспоминать студенческие годы, какие-то весёлые, забавные случаи, происшествия, узнавать, как сейчас у них дела. Но это тоже не всегда хочется делать. Я уверена, мне все поймут, бывают такие дни, когда тебе даже просто не хочется разговаривать в принципе ни с кем. И это тоже нормально. Не требуйте от себя чего-то сверхъестественного, если вы не чувствуете на это сил. Не надо. Относитесь к себе бережно, потому что вы у себя одни. Ой, ну что, ребят, я уже наелась, честно говоря, это же все довольно-таки сытные штуки. Надеюсь, вы успели со мной выпить кружечку чего-нибудь горячего, бодрящего. Надеюсь, я хоть немножко подняла вам настроение. Кстати, следующий макбанг планирую записать на фоне елки. Так что это будет что-то очень новогоднее. Желаю, чтобы зима приносила вам только радость от новогодних праздников, не расстраивала своей плохой погодой и коротким световым днем, холодами. Пусть в душе и в доме у вас всегда будет тепло. Всех люблю. Пока-пока. 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 Продолжение следует...